Добрый вечер, дорогие зрители и слушатели! Продолжим сегодня читать 24-е письмо из Преисподней, посвященное гордости и особенностям. Условия для этого выглядят идеально. Новый круг общения, помимо христианской веры, дает твоему клиенту немало поводов для чванства. Эти люди лучше образованы, лучше осведомлены и лучше к нему относятся, чем кто-нибудь из прежних его знакомых. К тому же он кешет себя некоторыми иллюзиями о своем месте в их обществе. На предмет своей влюбленности он, вероятно, пока еще глядит снизу вверх. Но на всех остальных все увереннее смотрит, как на равных. Ему невдомек, как много ему прощают из милости и терпят его, как будущего члена семьи. Ему и в голову не приходит, сколько слышанного от них перешло в его собственные речи и суждения. Тем менее способен он понять, что его восхищение новыми друзьями вызвано прежде всего тем чувственным восторгом, который он ощущает подле своей пассии. Ему кажется, что между ними есть некое духовное сродство, которое служит причиной его симпатии. А между тем, они настолько ему чужды, что не будь он влюблен, вместо симпатий остались бы неприязнь и недоверие. Он сейчас, как охотничья собака, беззаветно преданная хозяин, в восторге от пальбы и порохового дыма, она могла бы вообразить, что знает толк в ружьях. Итак, вот тебе план действий. За счет любовного чувства и при помощи своих опытных, участливых приверженцев, противник ведет ввысь этого юного дикаря, куда бы ему иначе никогда не подняться. Твоя задача, чтобы он почувствовал там себя как дома, что люди эти ему свои, и что в их обществе он на своем законном месте. Любая же другая компания покажется ему пустой, отчасти потому, что и в самом деле навряд ли найдется столь же интересная компания, но прежде всего потому, что там не будет его возлюблен. Эту разницу между двумя компаниями, приятной и неприятной, под твоим чутким руководством он должен осознать, как разницу между верующими и неверующими, развивая в нем чувство особенностей, тескать, мы, христиане, совсем другие. Только не надо облекать его в слова. Пусть мы, христиане, исподвали, означая для него мой круг. А мой круг, в свою очередь, не где приняли меня со снисхождением и терпением, но где мое место по праву. Вот дальше, друзья, будем слушать в следующий раз. Доброй ночи. Продолжение следует...